На этом информационный выпуск подошел к концу. С вами был Евгений Масанов. А прямо сейчас на нашем канале смотрите программу «Открытый диалог» ГОИ-студии, заведующий Люберецким территориальным отделом Административно-транспортной инспекции Московской области Сергей Архипов. Также всем телезрителям напоминаю телефон редакции Люберецкого районного телевидения 642-1952. Звоните в удобное для вас время и сообщайте интересные темы для сюжетов. Автоответчик у нас работает круглосуточно. Спасибо за внимание и до новых встреч. Сергей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Вопрос наводящий, может быть не наводящий. Вы у нас в студии, я думаю, не в последний раз, но первый. Чем занимается Ваша инспекция? Мы на территории Люберецкого отдела городского округа Котельники, Латкарина и Дзержинский осуществляем контроль над организациями, с должностными лицами и гражданами, которые связаны так или иначе с пассажирскими перевозками. Контроль как осуществляется утром? Один из Ваших коллег заходит в автобус и смотрит, как себя обелечиваются, как правильно бензин заливается, как себя ведет водитель. Что это за контроль? Что Вы контролируете? Да, контроль на линии ежедневно. Две группы инспекторов с утра и две группы инспекторов вечером осуществляют мониторинг всей транспортной маршрутной сети. И в соответствии с законом 170 Московской области об административной ответственности выявляют правонарушения. А какие правонарушения бывают? Законом данным установлено 14 видов правонарушений, 14 статей. Безбилетный проезд, оформление ненадлежащее, отсутствие расписания, нарушение расписания транспортных средств, работы без разрешений, на что сейчас делается акцент в основном. Нарушение порядка таксомоторных перевозок. Вот, собственно говоря, основные статьи. Часто можно видеть, как представители ГИБДД с телекомпаниями, с газетчиками выезжают на место, отлавливают водителей маршруток, они иногда даже по-русски ничему не понимают. Бывает такое? Бывает такое. Мы рассматриваем, в частности, заместитель мой и я непосредственно дела об административных правонарушениях, которые составляют на месте инспектора. Бывает такое, что действительно по-русски с трудом понимают. Ну, а как же они принимают на работу таких водителей? Все-таки, может быть, даже и до уголовного дела дойдет? Значит, это все-таки вопрос больше к руководительным транспортным предприятиям и федеральной миграционной службе. Ну, мы в рамках своих полномочий стараемся, конечно, прекратить такие перевозки. Если человек, обыкновенный пассажир, едет в маршрутке, может ли он путевой лист спросить у водителя, не знаю, документы, права, или это не входит в обязанности пассажиров? В обязанности пассажира спросить там путевой лист не входит, но хочу отметить, что маршрутка должна быть соответствующим образом оформлена. То есть должен быть телефон и адрес перевозчика, который обслуживает данный маршрут, или индивидуального предпринимателя, по которому, собственно говоря, пассажир может все свои вопросы задать и выяснить. Есть какие-то требования к отдельно взятой маршрутке? Допустим, интервал 7 минут, что еще? Чтобы музыка в салоне громко не звучала, чтобы водитель не курил. Часто можно видеть, как несется маршрутка, и водитель курит в окно. Запрещено это или нет? Конечно, запрещено. Они же курят. Конечно, запрещено, поэтому, еще раз говорю, можете обращаться либо непосредственно в компанию, либо в нашу инспекцию. Телефончик я могу сказать. Можно, да? Конечно, конечно. 565-4172. Еще раз повторю, что территория округа городского котельники, Латкарин-Держинский, Люберезский район. Это наша территория. Обращайтесь все жалобы, которые будут просмотрены, и проведена проверка по данным фактам. В маршрутках часто водители очень громко слушают песни, которые им нравятся, а которые не нравятся пассажирам. Вот как-то можно это тоже регламентировать, запрещать или нет? Конечно. Это тоже самое организация пассажирских перевозок. То есть, обращайтесь. Музыка в салоне должна звучать или нет? Нет. Нет. Более того, если вы обратите внимание, по нашей территории работает Мосгортранс, это московский перевозчик, где объявляются все остановки. Требования единые, в принципе, у нас тоже. Обязаны они объявлять, но этого не делают. К сожалению, нет статей, по которым мы можем привлечь за это. Но они, наверное, скоро появятся. Я думаю, да. Когда человек заходит в маршрутку, перед глазами у него обычно висят рулоны билетиков. Вот что с ними делать? Стоит ли их отрывать, не стоит? Обязательно стоит требовать билет. Более того, одна из наших статей нынешнего закона 170-го – это проезд без оплаты. Только так может пассажир подтвердить оплату своего проезда. Это, во-первых. Во-вторых, у нас проводятся рейды с межрайонной инспекцией по налогам и сборам. Наша Люберецкая номер 17. И этот вопрос тоже актуальный. То есть осуществляется контроль за начислением и оплатой выручки. Если будет выявлено в рамках рейда нарушения, уже со стороны налоговой инспекции будут примены санкции к такому перевозчику. Еще минуточку. В случае ДТП это единственная возможность доказать, что вы были в этой маршрутке. Про ДТП. Часто водитель маршрута попадает в эти самые ДТП. Не знаю, с чем это связано. Может быть, права они где-нибудь купили. Максимальная скорость, которую можно развивать в маршрутке. Есть такой регламент? Правила дорожные движениями регулируются, конечно. Часто можно видеть, как маршрутка несется, обгоняя всех. Это скорее вопрос к безопасности движения ГИБДД. Но мы тоже проводим рейды совместно. В рамках операции автобус, технический контроль. Тоже выявляется. Много очень вопросов. Но это не наши компетенции. Слово выявляется. У вас сейчас есть статистика, цифры. Может быть, приведете? Что у нас по маршруткам? За 2009 год было возбуждено по закону 170 Московской области 443 дела нашим отделом. Начислено штрафов около 500 тысяч. Взыскано большая часть, где-то около 370 тысяч. Основные статьи, по которым мы работаем сейчас, они навеяны временем. Это работы без разрешений. То есть, это ставится задача такая Министерством транспорта Московской области. Это непосредственно наш учредитель и главная, скажем так, организация. Вот могу пример привести. В сентябре 10 газелей через Некрасовку на метро Братиславское начали работу без соответствующего разрешения. Что такое разрешение? Министерство транспорта и полномочный орган местного самоправления в соответствии с постановлением правительства проводят конкурсы. И то есть, на маршруты осуществляется допуск перевозчиков на конкурсной основе. Ну, вот этот перевозчик, Алшан Транс был такой, получив разрешение в управлении Государственного надзора, посчитал, что достаточно для работы на маршрут. И начал, собственно говоря, свою работу. Вот о чем мы говорили, что пассажиры, водители зачастую не умеют разговаривать там по-русски, да. Что произошло? Отсутствие медицинского контроля, отсутствие контроля за техническим состоянием машин. Напрямую подвергается безопасности, угроза, угроза безопасности жизнью и здоровью. Водитель просто умер за рулем. Вот, этот факт зафиксирован. Нашим инспектором был составлен протокол. Пришлось дело прекращать по этому основанию. Совместно с ГИБДД мы больше десятка рейдов провели по данному перевозчику. В том числе наши сотрудники выезжали в управу Марина с целью прекращения работы данного перевозчика. Перевозчик с маршрутов ушел. В настоящее время проведен конкурс по данному маршруту и перевозчики допущены уже в установленном порядке. Есть соответствующий контроль, есть соответствующий реестр. То есть, вот пример конкретный. Сергей Михайлович, может быть, из области фантастики бывает такое, что человек купил себе газель, прилепил номер, допустим, 560, встал около метро Выхина и собирает народ. К сожалению, это не фантастика, это реалии наших дней. Бывают и частники, да? Частники бывают. Это тоже наш, так скажем, субъект, с кем мы работаем. К сожалению, полномочий недостаточно у нас бывает для задержания данного субъекта, для задержания транспортного средства. Но мы работаем с ними. Полномочия со временем вам дадут, может быть, даже табельное оружие, мало ли что. Ну, все-ка бывает, да. Сергей Михайлович, сегодняшняя газета «Московский комсомолец» написана, что МВД подготовила поправки в закон о безопасности дорожного движения профессиональных водителей из зарубежья заставят пересдавать на права в России, благодаря чему ряды заморских шоферов поредеют. Хорошая новость это или очень хорошая? Я думаю, хорошая. Хорошая? Хорошая. Про маршрутки, я думаю, темы сегодняшние мы уже обсудили. Пассажиры должны обелечиваться обязательно, следить за водителем, чтобы он не курил, чтобы семечки не грыз, чтобы радио громко не включал. Вы еще занимаетесь такси? Да. А там что за контроль? Значит, единственная статья нашего закона – это статья 14. Нарушение порядка и условий организации таксомоторных перевозок. В 2008 году распоряжение Министерства транспорта был утвержден порядок и условия, в который состоит в следующем. Организации, осуществляющей таксомоторные перевозки, должны обратиться в орган местного самоправления, заключить с ним договор, соответствующий получить карточки такси. Соответствующим образом должно оборудоваться транспортное средство, техническое состояние, соответственно, должно ежедневно проверяться. Требования такие же, как маршруткам, только есть один нюанс – данные перевозки не лицензируются в настоящее время. То есть, весь контроль за органами местного самоправления, соответственно, и ГУАТИМО, нашей организации. Какие нарушения могут быть в такси? Вот сел человек, а ему водитель говорит, как поедем, по счетчику или без счетчика? Бывает такое? Это явное нарушение. Конечно, должен быть кассовый аппарат, либо таксометр, либо бланки строгой отчетности. Получается, что если я от точки А до точки Б доехал, мне даже могут дать какую-то... Бланк строгой отчетности, совершенно верно. Какие еще нарушения у таксистов бывают? Нарушение основное – это отсутствие карточки такси. Отсутствие технического осмотра. Значит, автомобили, которые перевозят пассажиров, должны чаще, чем обычные легковые автомобили, проходить технический осмотр в органах Государственной инспекции и безопасности дорожного движения. Сергей Михайлович, спасибо большое, что в гости к нам пришли. Я думаю, в этом году мы еще будем встречаться, потому что МВД поправки принимает, жизнь налаживается, вам дадут больше полномочий. И что мы скажем нашим телезрителям? Маршрутки, которые катаются по Люберецкому району, они безопасны на данный момент? Или есть где-то какие-то изъяны? Изъяны есть. Безусловно, изъяны есть. Здесь право потребителя. Я просто прошу вас повнимательнее присмотреться и выбрать того перевозчика. Есть выбор у нас в Люберецком районе. Есть действительно новые автобусы, хорошие оборудованные. Это где автоматические двери? Совершенно верно. Есть вместимость соответствующая. И сейчас вы видите, автомобили, уже газели потихонечку уходят с Люберецкого района. Больше вместимость появляется. Часто можно увидеть, когда человек заходит в маршрутку, люди сидят вот так, потому что кресло на кресле. Можно не считать даже 15 сидений. Это нарушение или нет? Это нарушение. Более того, это уголовно наказуемое нарушение. Сколько в газели должно быть по регламенту посадочных мест? В соответствии с свидетельством, не более 15. То есть бывают такие газели, которые официально 15 мест. Но это должно быть отражено в документах на данный автомобиль. Я думаю, наша следующая программа будет выездная. Мы с вами по Люберецкому району катаемся. И по маршруткам мы посмотрим, как у нас все безопасно. Уважаемые телезрители, это была программа «Открытый диалог». Увидимся совсем-совсем скоро. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин